Наверное, все заметили, что в этом году всем чего-то не хватало. Не хватало денег, не хватало весны, не хватало просто живого общения, не хватало чего-то просто, не хватало просто драйва. Ежегодный, уже четвертый фестиваль любителей внедорожной техники «Просто драйв» ждали все, и отменять его было ну никак нельзя. Тем не менее, имелись серьезные опасения за его судьбу. Но организатор фестиваля Александр Тарасов надеялся на лучшее, несмотря ни на что. И нам повезло. Готовился я все равно еще с мая месяца, но не был уверен, что смогу провести фестиваль. Но вот буквально за месяц до проведения выяснилось, что Луга находится и Лужский район Ленинградской области в зеленой зоне, и можно проводить подобного рода мероприятия с определенным количеством людей, которые мы не превышаем. Традиционным местом проведения фестиваля остается усадьба обороны Бильдерлинга в поселке Володарского Лужского района. Организаторы приехали сюда задолго до участников. Им нужно было подготовить трассу Триала и разместить контрольные точки для ориентирования. Участники же начали заезжать в лагерь с пятницы, 31 июля. Весь вечер и ночь усадьба не утихала, наполняясь тяжелыми машинами и палатками их владельцев. Техническая команда в это время устанавливала сцену и подсветку усадьбы для вечерней программы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На утро организаторы провели краткий инструктаж для участников, после которого колонна техники отправилась на первое задание соревновательной части. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вместе с современными внедорожниками двигались и старички. Первым шел джип Вилли Сэмби, а замыкал колонну тяжелый додж вейпанкарьер. Обе машины сохранились со времен Второй мировой войны и до сих пор исправно работают. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Триальная трасса соревнований находится в заброшенном карьере неподалеку от поселка Володарского. Она поделена на два маршрута – простой и сложный. На простой участок трассы допускались машины только стандартной конфигурации. Их, кстати, на Просто Драйв приехало всего четыре штуки. Для сложного участка можно было использовать авто со специальной подготовкой и дополнительными устройствами. Подготовленных машин на соревнованиях оказалось куда больше, штурмовать тяжелую трассу вышло 25 экипажей. Фестиваль Просто Драйв проходил в четвертый раз. Место одно и то же, карьер тот же, но конфигурация трассы с года в год меняется. Этим и занимались организаторы до приезда участников. Убираются аварийно-опасные участки, слишком легкие усложняются, добавляются новые препятствия. Трасса строится, исходя из опыта прошлых лет, таким образом, чтобы внедорожники не могли застрять окончательно. Но каждый отдельный элемент трассы должен быть максимально сложным, а его прохождение – максимально зрелищным. Было время подумать, что-то придумать и вот воплотить это вот в этом фестивале. Ну, вроде народу понравилось, говорят, трасса – огонь. Оооооо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Добавил Новые препятствия, упражнения для участников. Был сломанный мост, были траки, то есть народ там позажигал. Я еще, я очень, у меня не было времени, чтобы на все это полюбоваться, к сожалению. У организатора такая судьба, ты что-то делаешь, 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 потом сам этого не видишь. Но то, что успел посмотреть, мне понравилось, и ребята, которые возвращались с трясущими руками и ногами, говорили, что круто огонь. Там оставил. Кошмар. Давай, давай, давай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 Одна, вторая! Бро, лента порвана! Молодцы! Взрыв! Взрыв! Молодцы! Приказм acuerdo! О, ты на мой взгляд! Давай! Давай, давай, давай! Ура! До спины! Ура! Приподнились хорошо, что... Субтитры сделал DimaTorzok 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 На прохождение трассы участникам давалось две попытки. В зачет шел лучший результат. Потом они уходили в лес, чтобы искать деревья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, участники фестиваля Просто Драйв после гонки дружно рванули в лес. Причем не за грибами или ягодами. Это было второе задание соревнований. Найти в лесу деревья. Но не простые, а особенные. Те, которые были помечены организаторами за несколько дней до гонки. GPS-координаты каждого такого дерева были выданы участникам. Добираться до них можно было любым способом. Главное, на той же машине, что участвовала в Триале. Участники должны были доехать до дерева с отметкой, одной рукой дотронуться до нее, а другой – до двери своего автомобиля. Определенного маршрута в этой дисциплине нет. Главное, как можно быстрее дотронуться до максимального количества помеченных деревьев. Добраться до каждого из них было непросто. Организаторы специально подбирали места, куда не любой сможет проехать. Они были разделены на три класса сложности. За одну метку можно было получить только один балл, за другую – три, а за самую сложную – пять баллов. Таким образом, у экипажа был выбор – быстро посетить много легких точек или помучиться, но взять самые сложные контрольные точки. Продолжение следует... Продолжение следует... Обратно в лагерь экипажи возвращались без грибов – уставшими и голодными. Зато здесь их ждала кухня и бодрящий чай. Да и самим участникам никто не запрещал приготовить еду на мангале. После небольшого перерыва для передохнувших джиперов был устроен полноценный концерт. На сцене перед Баронской усадьбой выступили группы Kill City Kills, Ямайский и Островитяне, Квенди, Площадь Восстания и Скворцы Степанова. Это конкурсный фестиваль, и проходит он в нескольких городах и даже за рубежом. Но в этом году, естественно, мы ограничились в основном только Питером. Одна команда у нас сегодня из Москвы только будет. Нам очень приятно оформлять музыкально фестиваль «Просто драйв», с которым мы уже второй год взаимодействуем. Как получилось, собственно, как уже Саша сказал, Луга оказалась, Лужский район оказался в зеленой зоне. Поэтому, соблюдая все вот эти вот истории, мы сделали рок-н-ролл. Лужский телевизор, ты бежишь одна, От телесериалов забудешься сама, но звонит телефон, ты бежишь к нему. Может быть, это он, и что-то будет. В соседней комнате подруга громко стонет, И его лицо тупой стеной, Кого-то мотом кроет. Вроде вечер ничего, но звонит телефон, Может быть, это он, и что-то будет. Опять ты лежишь одна. Кстати, фестиваль «Просто драйв» является одним из немногих спортивных мероприятий, где соревнования сочетаются с нормальным питанием, проживанием и концертной программой. Обычно спортсмены, пройдя маршруты и получив свои награды, собираются и уезжают домой, но только не на «Просто драйв». Этим людям мало драйва на трассе, и они хотят добавки. Публика на «Просто драйве» довольно отзывчивая, дружелюбная, и самое главное, что они нас ждут. «Просто драйв» Те немногие участники, что летли спасть до окончания концерта, проснувшись утром, могли удивиться. Прямо с позаранки на сцене уступала та же группа, что и вчера – «Сквартист Степана». Они остались в усадке на ночь, чтобы утром снова исполнить свои песни. За утренним концертом последовало радостное и грустное одновременно действо – награждение победителя и завершение фестива. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И на сцене уступала та же группа, что и вчера – «Сквартист Степана». Они остались в усадьбинах, чтобы утром Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы будем здесь все делать круче и больше, например, с Алексеем Мурашовым. Леха, я не знаю где ты, но я думаю, ты меня слышишь, Леха. Алексей Мурашов, руководитель Революшн Фестиваль. Только благодаря им мы получаем вот этот драйв вечерний. В нем мы рубимся на трассах, вечером мы отдыхаем. Отдельное спасибо моей команде. Это люди, которые реально здесь просто пашут, умирают, не спят. Ребят, тратят свое время, уезжают от семей. Ребят, спасибо всем. Просто драйв спасибо. За первое место в зачете «Сток» призы получили Михаил и Наталья Петровы. В зачете «Про» главный приз взяли Алексей Быстров и Андрей Поляков. Им же достался приз за самое яркое взятие точки на этапе ориентирования. Николай Сергеев и Артем Морозов получили приз за самое зрелищное прохождение трассы. Михаила и Владислава Щербаковых наградили за любовь к ориентированию. Все призеры получили полезные подарки от спонсоров фестиваля. Следующий просто драйв будет юбилейным, пятым. Организаторы обещают что-то грандиозное, но что именно нам не рассказывают. Тем интереснее будет сюрприз. Осталось лишь подождать. Всего год. Наконец-то все закончилось. Ура! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok